Специалисты продолжают ликвидировать последствия сильного ветра, который обрушился на Магадан. В домах по улице Пролетарской выбило стекла и оторвало кровлю. Также пострадали несколько автомашин. По словам мэра областного центра Юрия Гришана, муниципалитет откроет резервный фонд, чтобы помочь магаданцам. Градоначальник отметил, что последствия урагана нужно устранить в ближайшее время. Ждать наступления теплого времени и дождей не можем, потому что мы получим результат еще худший, чем он есть сегодня. Поэтому с кровлей, я думаю, что мы в ближайшие дни определимся, посчитают смертную стоимость, проведем государственную экспертизу смертной стоимости и подрядчик выйдет на работу. Кто будет подрядчиком, я пока сказать не могу. Мы проговорили с областью вопрос. У нас в резервном фонде всего 2,5 миллиона. Это небольшие деньги, тем более, что нам еще до конца года мало ли какие сюрпризы природа преподнесет. Поэтому мы обратились к губернатору и есть понимание, что помогать городу в ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации надо. По словам Юрия Гришана, выбитые стекла в многоквартирных домах подрядчик вызвался самостоятельно восстановить. Специалисты уже делают замеры. В течение нескольких дней окна поставят. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. Согласно статистике, ураган повредил 46 кровель здания. Это различные объекты – банки, детские сады, школы. Также во власти стихии оказались рекламные баннеры и стела на въезде в Магадан, светофоры, дорожные знаки и урны. Кроме того, на котельных и центральных тепловых пунктах перешли с автоматического на ручной режим управления. Потому что, как утверждают специалисты, автоматика может не сработать. Вся информация об обрушении конструкции поступала в МЧС. Спасатели оперативно выезжали на место, оказывали магаданцам помощь и ликвидировали последствия. По словам специалистов, погибших и пострадавших от стихии нет. Сотрудники комбината зеленого хозяйства начали убирать мусор, который по улицам города разнес ветер. По словам экспертов, на их подведомственной территории больших потерь нет. «Большого ущерба имуществу нашего учреждения, установленного по городу, не нанесено, за исключением нескольких урн, пару деревьев. Остальное выстояло. Но санитарная уборка, бумажки, мусора, разнесшиеся по городу, будем убирать ежедневно». Коммунальщики продолжают расчищать улицы города. Техника ГЛУД уже очистила проезжую часть по улице Пролетарской возле магазина «Мегавольт» и во дворе дома 84. В местах, где образовались снежные наносы, работают фронтальные погрузчики. КЗХ вывозит снег, а горсвет устраняет неполадки.